Аль-Хамду лиллахи рубиаламин Ва-салату, ас-саламу а'ля на бина Мухаммаду, а'ля алихи, ас-схабихи, а'джма'ин, амма ба'аду Дорогие братья, следующий вид поклонения, который мы сегодня пройдем по милости Аллаха, это обед, ан-назр На это указывают слова Аллаха, который сказал Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается Назр, обед, заключается в том, что человек обязывает себя чем-то, что имеет основу в шариате, но шариат не обязал его этим Например, человек дает обед, что будет держать пост или раздаст милостыню Это становится обязанным выполнить то, что обещал Посланник Аллаха, саллиллаху а'ля и салям, сказал, пусть давший обед повиноваться Аллаху, повинуется ему Назр, обед, это один из видов поклонения, поэтому посвящать его можно только лишь Аллаху И кто дает обед, например, покойнику в могиле или идолу, придает тем самым Аллаху, саллиллаху а'ля и салям, говорит кто же дал обет осушаться Аллаха, пусть не выполняет этого обета. И виды обетов бывают два, братья. Посвященный Аллаху и посвященный не Аллаху. По словесной форме обет подобен клятве, но по суждению Ислама отличаются они от клятвы. И целый ряд ученых говорит о том, что посвящение обета не Аллаху является большим ширком. Преклятвый человек вместо в Аллахе, клянусь Аллахом, говорит, ваннаби, клянусь пророком. А при обете вместо даю обет Аллаху, то есть обетует или обещает то, что ему необязательно, говорит, даю обет какому-то святому угоднику, или джибрил даю обет джибрилу. То есть по форме обета и клятвы похожи друг на друга, но по суждению религии хукм они не одинаковы. Клятвы не Аллахом, как правило, относятся к малому широку, братья. А обет посвящен не Аллаху, большому многобожию. И ученые объясняют это следующим образом. Если человек посвящает обет джибрилю или праведнику, то это может означать только то, что он возвеличивает и возвышает их так, так же, как Аллах. А это большому многобожию, которое требует обязательного покаяния, а иначе человек не будет прощен, и это станет причиной вхождения в ад навсегда. Да опасенность Аллах, братья. Тут возникает вопрос, давать назр является порицаемым делом в религии или нет. Пророк, саллиллаху алиу, сказал, о назре нет в нем добра, он только берется от жадного. И как же посланник Аллаху, саллиллаху алиу, мог порицать, что является поклонением? Однако, в этот назр бывает двух видов. Послушайте, понимаете. Первый, назр мутлик, абсолютно. Это обязывание себя каким-то поклонением, это обязывание ни с чем не связано. Например, человек говорит, я даю обед назр Всевышнему Аллаху, что совершит каракат и молитвы. И это происходит без какой-либо причины. Этот вид назра не заходит в то, что посланник Аллаху алиу, саллиллаху алиу, саллиллаху алиу, сказал, нет него добра, он только лишь берется от жадного. Второй, назр мутлик, определенный назр. Человек обязывает себя каким-то поклонением, например, просят за это поклонение что-то у Аллаха взамен. Например, он говорит, о Аллах, если ты излечишь моего сына, то я даю тебе назр раздавать столько-то милостыни. Или же говорит, если я сдам экзамены, то всю ночь простою в молитве. Такой человек как будто бы ставит условия Аллаха, о Господь, если ты мне дашь это и это, то я буду держать пост. То есть, это по какой-то причине прося что-то взамен. Это и есть о чем, сказал посланник Аллаху алиу саллиллаху алиу салям, нет в нем добра, и он лишь берется от жадного. Потому что жадный человек не совершает какого-либо поклонения, пока не получит что-то взамен. Это очень распространено среди простых людей. Они думают, что их нужды могут быть выполнены только через назр, обед. Однако, шейху али, салям хаймал сказал, запрещено быть убежденным в том, что нужды человека могут быть исполнены только посредством назра. Такой человек думает, что Аллах, субхану али даёт только взамен наше другое. Это плохие мысли об Аллахе, так как он проявляет милость к своим рабам. И просто так. И отца понимаем, что назр — мутлях, общий, не уходит по ресан SoftZ. однако выполнение надо будь он мутлях абсолютно или общее это поклонение а партия связано братья не с самим делом а с убеждением и так же маленькая тонкость братья человек например говорит если Аллах исцелит меня то я даю обет но не обозначая что то на нем так же уже искупление если человек не сказал например я буду совершать молитву или пост ничего просто сказал я даю обет уже на нем и лежит искупление чтобы он уже это сделал искупился за этот обет если человек говорит если Аллах меня исцелит то я буду поститься то на нем обязательно лежат пост если не выполняет то же должен искупиться искупление какое же за обет братья а методах искупления клятв обеты схожи в этом братья и Аллах Субхата Аля разъяснил нам сказав Аллах не взыщет у вас за празднословные речи клятвы Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы но взыщет с вас за то что вы скрепили клятвами искупление этого необходимо накормить десятерых бедняков средним или лучшим из того чем вы кормите свои семьи или одеть их или освободить раба кто не сможет сделать этого говорит Аллах то должен поститься в течение трех дней таково искупление ваших клятв если вы поклялись и нарушили клятву оберегайте свои клятвы так Аллах разъясняет вам свои знамения быть может вы будете благодарны неправильно думать братья что можно только поститься за клятву или обет и Аллах указал на порядок искупления кормление бедняков или предоставление им одежды или освобождение раба и это только если нет возможности сделать что-либо из этих трех вариантов то как сказал Аллах Субхана Аля кто не сможет сделать этого то должен поститься в течение трех дней как поститься в эти дни в этом вопросе есть разногласия между учеными и постоянный комитет в фетту постоянного комитета говорится что лучший пост искупления клятвы будет непрерывным но если получится так что прервется пост то нет проблем говорят ученые и это шех Нубас и многие ученые подписались под эту фетту также что в Сирии приводится что пост подряд не является условием и что это мнение имаму Шафи однако большинство как упомнил об этом шеф Аузан считает что пост должен быть три дня подряд и вдовы при чтении имаму Ас'уда толкование который сказал то должен поститься в течение трех дней подряд как же кормить братья бедняков как ученые говорят следует кормить бедняка половина саа еды которую употребляют в данной местности а половина саа это приблизительно полтора килограмма бедняка следует кормить именно едой а не уплачивая деньги поскольку Аллах Субхану Та Луна сказал а тем которые способны поститься а тем которые способны поститься с трудом следует искупленно кормить бедняка и текст Кур'ана указывает именно на еду не давайте обиды братья и не обременяйте себя тем что может вести вас в затруднение а если ждали это то выполняйте братья также следующий вид поклонения братья это жертвоприношение на жертвоприношение Азабх указывает высказывание Аллаха скажи по истине моей молитвы моя жертвоприношение, моя жизнь, моя смерть ради Аллаха, Господа мирового которого нет сотоварища это мне приказано и я первый из мусульман Иисус на посланник Аллаха Салли Аллаху А.С что сказал? Аллах проклял того, кто принес жертву не Аллах и в виде резания животных Азабх резания ради Аллаха всегда входит Акиха при рождении ребенка Хадью то есть когда человек при хаджи режет или же курбан режет резание для раздачи садаха также можно, чтобы бедным раздать посвящение такого резания не Аллаху является большим ширком второе дозволенное например резать овцу для того, чтобы поесть мясо для угощения гостя или торговли мясом в этом тоже нет проблем если человек режет барана и на вопрос для чего отвечает чтобы моя семья поела мясо будет ли его поступок дозволенным и правильным ответ да если речь, чтобы продать мясо или чтобы накормить гостей такой резание дозволено брать а иногда даже обязательный ваджиб например, если речь идет о кормлении приезжего гостя резание ради кого-то помимо Аллаха с любовью и возвеличиванием это большой широк сюда относятся, например, резание животных ради джиннов ради покойника святого лежащего в могиле или же перед ликом царя в знаке его возвеличивания и особой любви к нему и Аллах говорит поистине моя молитва моя жертвоприношение жизнь моя и смерть ради Аллаха Господа миров у которого нется товарища мне это приказано я первый из мусульман эти слова всевышнего означает скажи, о пророк ко всем кому можно отправить на это повеление поистине моя молитва то есть мои телесные деяния самым великим из важных которых является намаз и здесь имеется в виду не только намаз все телесные деяния мои жертвоприношения это закалывание резание речь идет обо всех имущественных фонах поклонения самым важным из которых являются закат и резание также слова Аллаха жизнь моя и смерть моя то есть я живу и умираю на том что приказывает мне Аллах я не могу распоряжаться собой как хочу я раб Аллаха я непременно должен предаться покориться своему Господу и слова Аллаха ради Аллаха эти слова оказывают на единобожий таухид и искренность и хляс и слова Аллаха Субханатя Господа миров означают что причина обязывающая к хлясу и таухиду это то что Аллах является Господа миров нет у Него сотоварищей это мне приказано Я первый из мусульман И как сказал посланник Аллаху Аллах проклял того, кто принял жертву не Аллаху А что же такое проклятие? Проклятие это удаление и прогнание от милости Аллаха Кто же режет животное Не для Аллаха С любовью и возвеличием Тот заслуживает проклятие Аллаха Я прошу, братья Аллаха, чтобы он исправил нас И даровал нам правильное понимание велики Нашим родителям, нашим женам Нашим детям Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому